Здравствуйте, дорогие друзья! В своих прогнозах я начинаю применять методику, которая позволит увеличить точность, степень достоверности прогноза в три раза. В чем тут фишка? Допустим, вы родились 17 числа, пускай 17 декабря, и ваше Солнце находится в 26 градусе Стрельца. Каждый знак делится на 30 градусов, делится на три декады. Первая декада – это люди, которые родились с 21 по 30, это 31 число. Вторая декада – люди, которые родились с 31 или 1 числа по 9. И третья декада – примерно с 10 по 20 число каждого месяца. В ноябре 2018 года в Стрелец входит планета Юпитер, входит в первую декаду. И все популярные астрологи начинают трубить, как хорошо теперь Стрельцам. Открываются новые возможности в работе, в бизнесе, изумительные путешествия, изумительные возможности в получении образования, в повышении уровня своих знаний, новые творческие горизонты. Но они забывают добавить, что Юпитер воздействует несколько месяцев только на людей, которые родились в конце ноября. Весной, летом Юпитер будет воздействовать активно на вторую декаду. И только осенью 2019 года Юпитер будет воздействовать на третью декаду Стрельца. А популярная астрология этого не учитывает, что очень плохо. Поэтому степень достоверности популярной астрологии 10-15%. В моей методике она увеличивается до 30-40%. И только в индивидуальных гороскопах, в индивидуальных анализах степень достоверности достигает 80-90%. Я даю прогнозы по разным планетам. И очень бы хотелось, чтобы вы сконцентрировались на качествах этих планет. Раз вы смотрите мои прогнозы, вы должны провести анализ, действительно ли произошли гармоничные или напряженные ситуации, которые я описываю, и послали мне свой отзыв. Написали бы мне, помогли ли вам мои рекомендации. А сейчас первая декада. Люди, которые родились с 21 по 30, в скобочках 31 число. Если вы родились, и у вас день рождения вторая декада, третья декада, переключайтесь на ту минуту, ту секунду, где будет анализ по вашей декаде, по вашему дню рождения. В прошлом году на первую декаду очень сильно влияли две планеты. Это планета Юпитер, которая помогала вам расширять ваши профессиональные возможности, помогала в путешествиях, в наборе новых духовных знаний, в открытии новых горизонтов. Но одновременно на первую декаду Овна воздействовала планета Сатурн, которая сдерживала и ограничивала ваши возможности, вашу экспансию, ограничивала ваши действия, требовала от вас строгости и соблюдения долга. Сейчас, в 2019 году эти планеты ушли из зоны воздействия, и ваша жизнь войдет в более спокойное русло. В более спокойное русло, кроме января. До 15 января, в начале Овна, в первой декаде Овна, будет идти планета Марс, которая даст вам много сил, прилив энергии для воплощения ваших идей, для реализации ваших дел. Такая рекомендация. Правильно распорядитесь этой энергией. Марс в первом полугодии будет очень гармоничен. Также в первой половине апреля, когда он войдет в Близнецы, и это будет очень хорошее время для тех, кто тренируется усилить ваши тренировки, кто занимается по хозяйству, будет все очень хорошо получаться. Любая физическая ваша работа руками, все будет идти очень хорошо. По Солнцу очень хорошие творческие периоды. 21-31 января, 21-31 марта и 21-31 мая. Солнце в благоприятных аспектах к вам. По Меркурию очень хорошие встречи, переговоры, заключения сделок, контакты. Очень хорошее время с 25 по 30 января, с 17 по 24 апреля и с 22 по 26 мая. Негативное влияние Меркурия, опасайтесь ссор, конфликтов, непониманий. Когда заключаете договора, будьте очень осторожны, очень внимательны. С 6 по 12 января, 11 по 17 июня. Венера, планета любви, красоты, романтические встречи, покупки красивых вещей будут очень благоприятны. С 8 по 16 января, с 2 по 10 марта, с 21 по 29 апреля и с 9 по 17 июня. И неблагоприятные дни для Венеры, для романтических встреч с 4 по 12 февраля. Также конфликтные ситуации по Солнцу 21 и 30 июня. И по Марсу с 1 по 16 января, возможно, конфликтные ситуации, и с 16 по 30 мая. Особенно надо быть осторожным людям, которые родились в критические года по Плутону и Сатурну. По Плутону нельзя навязывать свою волю другим. Опасайтесь навязывать свою волю другим. И по Сатурну будьте строги к себе, а к другим строгость применяйте разумно. Вторая декада Овна. Первая половина 2019 года будет для вас трудной, нелегкой. Это время Сатурна. Время строгости, дисциплины, порядка, внутреннего аскетизма. И если вы к себе не предъявляли данные требования, если вы не настраивались на это, то как раз вам пришло время. Время проанализируйте все свои хвосты и поработайте над собой. Тогда это время вы проживете без особых переживаний. Те, кто родился с 8 по 11 апреля, эти полгода у вас будут время столкновения с волей других людей, наезды сильных людей, у некоторых столкновения с магией. Особенно будет напряженное время в напряженные аспекты Солнца и Марса. Это Солнце, это 1 и 10 января, и Марс, это с 17 по 30 января, и с 1 по 16 июня. Овна – это знак воинов, борцов за правду. Если вы боретесь за правду, не забывайте уважать своих противников. Не навязывайте им свою волю. Особенно это касается людей, которые родились в годы Плутона. И будьте строги к себе, и разумно свою строгость применяйте к другим. Эту рекомендацию я посылаю людям, которые родились в критические для Сатурна года. Планета Меркурии в гармоничном аспекте. Гармоничное время будет для заключения сделок, переговоров, встреч, обменом информацией с 31 января по 5 февраля, с 25 апреля по 1 мая, с 27 мая по 4 июня. И напряженные будут встречи с 12 по 17 января и с 18 по 26 июня. Будьте осторожны при заключении сделок и договоров. Венера положительный аспект, приятные романтические встречи, хорошие покупки, красивых вещей, ценных вещей с 17 по 26 января, с 10 по 18 марта, с 29 апреля по 7 мая и с 17 по 25 июня. Неблагоприятное время для этих дел с 13 по 21 февраля. Третья декада Овна. Кто родился в начале 11, 12, 13, 14 апреля, воздействие Плутона очень сильное. Это воздействие сильных людей. Возможно, конфликтные ситуации с очень сильными, влиятельными людьми. Конфликты с людьми, обладающими магическими способностями. Те, кто родился с 19 по 21 апреля, уходят в влияние Урана. Уран – это планета новых идей, открытий. С января по март Уран еще будет находиться в знаке Овна, а потом он перейдет в знак Тельца. Ну, возможно, те люди, которые родились с 19 по 21 апреля, они приобретут какие-то новые гаджеты, компьютеры, может быть, даже машину. Новые идеи, новые открытия придут к ним. Марс идет по третьей декаде Овна с 31 января по 14 февраля. Негативное также влияние Марса с 1 по 16 июня. И негативное влияние Солнца с 10 по 20 января. В эти периоды опасайтесь столкновения с этими вот сильными людьми. Будьте очень осторожны. Не навязывайте свою волю другим людям. Те, кто родился в года Сатурна, будьте строги к себе. Такая рекомендация. И разумно применяйте свою строгость к другим. Позитивные дни по Солнцу. 10 и 19 февраля, 11 и 20 апреля, с 11 по 20 апреля, с 11 по 20 июня. Творческие, позитивные встречи, гармоничные энергии вы будете излучать. По Марсу позитивная энергия с 1 по 16 мая. Можно давать дополнительную нагрузку, если вы тренируетесь. Все, что вы делаете руками, чисто физически, по дому, какие-то силовые упражнения, все будет у вас очень хорошо получаться в это время. В Меркурии переговоры, встречи, контакты, договора будут успешными и очень хорошими с 6 по 10 февраля, с 11 по 6 мая, с 5 по 10 июня. И будьте очень осторожны при заключении договоров, не ссорьтесь, не ругайтесь с 18 по 24 января, с 27 по 29 июня. Венера, план красоты, встреч, покупок красивых вещей, романтические встречи будут очень благоприятны с 26 января по 4 февраля, с 19 по 26 марта, с 7 по 15 мая, с 26 по 30 июня. И неблагоприятны с 21 февраля по 1 марта. Желаю вам всего самого хорошего. Благодарю за внимание.